итак подготовка к лету у нас продолжается у меня новая эпопея после зимы беда с подвеской в первую очередь проблема с опорными подшипниками передних амортизаторов они болтаются как карандаш в трехлитровые банки из-за этого есть неприятные ощущения которые передаются на руль второй нюанс порвались оригинальные соленблоки на n-образных рычагах которые прослужили верой и правдой 24 года поэтому пусть кто-то мне скажет что бмв ненадежная машина 24 года дороги в украине это поэтому у нас очередная порция посылок и потраченных денег которых и так уже не хватает здесь сюрприз значит тут две посылки два в одном нет я не заказал могу и коробку тут я заказал секрет который будет следующем видео такого наверное еще никто не делал но я буду первым поэтому следите за обновлениями ну а здесь помимо кучи бумаги которая мне подойдет для шашлыков лежат долгожданные n-образные рычаги снятые с английской машины с нормальными соленблоками не порванными что не может не радовать потому что я купил эти рычаги в сборе по цене дешевле чем даже самые дешевые соленблоки сейчас начнут ноги бомбить в комментариях то нету на я 39 соленблоков в украине они есть производят их в украине и есть китайский производитель fps поэтому не нужно рассказывать что соленблоков на я 39 нет чаще всего ставят лимфердеры от е60 которые тоже подходят но там нужны танцы с бубном и делать переходные втулки и так первым симптомом неисправности n-образных рычагов это визуальный осмотр когда залазишь под машину рвется всегда передний соленблок который находится ближе к водителю этот соленблок испытывает самую большую нагрузку из-за этого он рвется спустя 23 года конечно же сейчас постараюсь показать как они выглядят на автомобиле вот соленблок а вот передний соленблок который я говорил вот видим четенько есть трещина и это сказывается на управляемости здесь такая же ситуация не знаю не видно наверное здесь но тут соленблок тоже уставший в общем но больше всего страдает у меня левая сторона я где-то здесь еще дырку видео короче здесь соленблоки под замену однозначно но мы будем менять с рычагом очередь разогреваем плиточку для кальяна сейчас я объясню почему только если вы своевременно служите подвеску там разбирайте рычаги конечно вы же этого не делаете развальные болты и вообще болты закисают намертво и для того чтобы их открутить нужно хотя бы попробовать залить их тормозу хай каким-либо маслом в дешкой пушикать и можно смело полчаса покурить кальян пока болты откиснут после этого только приступать к аккуратному откручиванию и так кстати недавно поменял втулочки и тяжкие стабилизатора думаю что проблема в них оказалась проблему не указали совсем другую сейчас мы проливаем болты тормозной жидкостью все равно эти соленблоки уже под выброс поэтому все нужно пролить аккуратненько может быть получится это все пойду открутить тормозу х это все дело разъезд может тогда мы открутимся не открутимся будем греть тогда так брызнули 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 все хватит ну теперь ждем какое-то время после этого можно будет откручивать пробовать также я обратил внимание на некоторые отличия соленблоков и конструкции рычага это сделал этот рычаг с английской машины мой рычаг европейский значит смотрите на это ухо внимательно здесь идет рычаг цельный литой все хорошо здесь у меня рычаг идет с какой-то проушины которая здесь нет но я приложил друг другу геометрически все нормально геометрически рычаги совпадают и все подходит ну будем пробовать смотреть в чем разница эти рычаги соответственно я выбрасывать не буду я их возьму под реставрацию заменю здесь соленблоки и они будут ждать своего лучшего времени может пойдут на продажу может быть останутся мне в наследство также небольшой совет если планируете менять задние стойки стабилизаторов и по пути будете менять соленблоки инообразных рычагов то лучше снимаете рычаги меняйте тяжки потому что чтобы поменять тяжки на установленном рычаге вот здесь вот внизу я промудохался по полчаса с каждой тяжкой вот здесь снизу их закрутить практически нереально если здесь откручиваются они быстро то здесь это жесть поэтому если снимаете рычаг то рекомендую менять на снятом рычаге забыл еще про третью посылку тут интереснее намного это пыльники на передние амортизаторы это отбойники на передние амортизаторы это магнитный лоточек для гайщик и передние опоры амортизаторов потому что мне задолбал непослушный руль также заказал две прокладки пружины нижней потому что они у меня в жопе и самое интересное это долгожданный инструмент вилка съемник наконечников то есть и наконечников и рычагов и шаровых опор штука классная у меня еще не все закисшее поэтому этим инструментом можно смело пользоваться чтобы не платить на и сто лишние бабки я начал дико запасаться инструментом потому что цены на и сто у меня крайне пугают и я лучше потрачу время и мне это не впадлу сделать это все самому купил стяжки пружин это осталось от предыдущие 36 статескоп слушал цилиндр и двигатель когда нужно было еще очень интересную штуку купил от газели не нужно придумать оправки ну вот эту тему вы видели это рассухариватель клапанов который еще на я 36 сделал и вот самая интересная штука это съемник подшипников и съемник солен блоков которая используется на волге я решил купить его себе и буду на него делать разные оправки у токера чтобы выпрессовать все соленблоки в машине самостоятельно потому что на сто за это берут космические бабки теперь у меня еще плюс один инструмент это вилка которая будем снимать все шаровые съемнички если получится конечно вот сама опора которая приехала по производителю фэби ухты до фэби не жалеют смазки это очень приятно то думал как раз промазать вот артикул если кому надо надо рестайл и 39 q2 литра принципе она подходит на многие двигателя то есть этого ограничений нет